Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики остается напряженной, находится под полным контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления на территории республики. На 4 декабря 2020 года выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции по данным управлением Роспотребнадзора. На столицу нашей республики приходится 113 новых случаев. При этом необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент, исходя из количества жителей районов республики, достаточно большое количество продолжает фиксироваться в Алданском, Мирнинском, Неренгринском, Мегино-Кангаласском и Еленских районах. И это, конечно же, не дает нам повода для того, чтобы расслабляться, и в том числе и непосредственно продолжить там достаточно оперативную работу как по соблюдению норм и правил, установленных ограничительного характера, так и по работе, связанной с ограничением распространения и нераспространением этой инфекции. К сожалению, увеличилось количество районов, в которых вновь зарегистрированы случаи от 1 до 5 случаев в 23 районах республики. Лабораториями республики за сутки проведено 4194 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего вообще в начало пандемии в республике зарегистрировано и проведено, обработано 795 329 тестов. Сегодня мы бы хотели обратить особое внимание на то, что уже достаточно большое количество людей, около 60% всех заболевших у нас выздоровело. Однако само по себе пост выздоровления людей и, соответственно, их состояние после того, как перенесен заболевание COVID, требует от нас усилий, направленных на усиление реабилитационных служб. На настоящий момент, как мы уже говорили, у нас достаточно плотно сегодня работает в Мигино-Гангаласском районе санаторий-профилакторий Абылах. Его подразделение работает здесь, на территории города Якутска. Начинает отрабатывать свою реабилитационную программу РБ-3. И, соответственно, мы заканчиваем проведение работ по открытию реабилитационных коек на уровне дневного стационара в Нюрбинском Улусе. И, соответственно, на сегодняшний день у нас есть четкое понимание и план о том, как мы будем работать с реабилитационными койками на следующий год. И вообще в ближайшее время понимая, что они сегодня являются одним из актуальных. И, соответственно, реабилитация постковидная сегодня выходит на один из первых планов работ в органах и учреждениях медицинских на территории республики.